Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Хочу показать наш новый очередной объект, который иначе как шедевр и не назовешь. Встречайте! Ситуация следующая. Это у нас супер подвальчик. Ситуация следующая. Это у нас потолочек. Это у нас стены. Это у нас пол. Вопрос. Что можно сделать в таком подвале? Это все что угодно. Хотите, сделаем кафе, хотите, сделаем стоматологическую клинику или комнату отдыха, как в нашем случае. В нашем случае этот подвал принадлежит стоматологической клинике, довольно известной. И нам выступил наказ сделать здесь комнату отдыха для персонала. Поэтому мне кажется, это видео очень интересно. Посмотреть, в каком состоянии был изначально и в какое мы его превратим позже. Итак, вот такие пейзажи нас окружают. То есть, в данный момент мы можем видеть, что щебеночка у нас уже вся проложена. Выведена сантехническая разводочка труба. Вот. И выведена она вот таким образом. Запитана в городскую канализацию. Выведена еще одна дополнительная труба и выведено место для ливневочки. И вот теперь самое интересное. Здесь будут переделываться ступенечки. Выглядит это таким образом. Осталось немного щебенки у нас, издержки производства. И что тут интересно. Нам надо в центре города распаковать миксер. То есть, разумеется, это связано с рядом неудобств. Показываю их. Например, мы делаем вот такую вот траншею. То есть, мы вырываем траншею, и это все у нас будет запаковано клеенкой. Синей вот такой. Для того, чтобы миксер здесь почитить. У миксера всегда 0,3 куба остаются остатки. Выходим на улицу. Сделаем аварийный вариант. Если получится, что у нас прорвет остатки на первой дамбе, у нас будет вторая дамба. Потому что если хоть капля бетона капнет на городскую улицу, закончится все очень плохо. Итак, сейчас миксер. Мы отгородили какую-то часть улицы. Разумеется, все это делается быстро. До прихода муниципальной полиции мы должны расположиться, залить и уехать. Прикладительное время 2 часа. 2 часа. Мы начали 8 утра. К 10 закончим. Я думаю, все будет как обычно хорошо. Так, пошла закачка. Сейчас закачивает на стол. Есть опасность уделания проводов. Стоп. И пошли. Соединяем наши трубопроводы. Чистим. Не успели клеенку покинуть. Работу надо делать быстро. Негдеально быстро. Средняя стоимость миксера в Европе составляет порядка 100 евро в час. Поэтому, если этот товарик задержится на лишний час, то каждый час капает счетчик 100 евро. Не надо двигаться. Значит, мы делаем отсечку из клеенки. Для того, чтобы из них были остатки бетона. Этот бетон, чтобы его можно было помыть, почистить. И если у нас прорвет нашу дамбу, то у нас есть аварийное заграждение на городскую улицу. Если туда попадет бетон, нам вышли. Теперь немножко бетонить. Надеюсь, какой бетон. Из бетона достаем вот такую фибру. Это фиброкрошка, которая вот таким образом попадает. И она у нас является армировочной. Помимо этого, у нас бетон является гидрозоляционным. То есть, сюда напичкано слой дополнительной гидроизоляции, химии. То есть, он и выполняет функцию и гидроизолятора, и армирования. То есть, нам надо его просто грамотно нанести и зашлифовать. И бетон и работа будет окончена. Итак, мы можем видеть, что мы настелили клеенку. В три ряда, 160 микрон. То есть, это на тот случай, когда мы будем из подвала что-либо вытаскивать. Вот здесь мы будем чистить первые шланги и остатки раствора. А в то место это аварийные. Для того, чтобы там почистить миксер после работы. И если у нас здесь будут какие-то проблемы, чтобы все это не попало на городские улицы. Но еще это все такое, что не очень хорошо. Остались последние секунды для того, чтобы внутри... Саша закончил свое приготовление. Так, внутри здесь выглядит таким образом. У нас идет шланг. Сегодня мы пользуемся таким мазером, потому что нам таким здесь удобнее. Все, и готовы. Практически готовы. И там граблями надо будет добить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему мы работаем не в строительной одежде? Потому что вот такая работа фактически убивает за одну смену одежду на 100 евро на каждого человека. Насос качается и буквально рвет эту пленку, поэтому она должна быть как можно крепче. Иначе, если вы сэкономите на пленочке в этом моменте, поставите что-то дешевое, ее просто разорвет, и это будет пустая, глупая работа. Сейчас можно видеть, что из моя надерганная шланга у нас все получается. Еще важный момент, я здесь сейчас нахожусь для того, чтобы корректировать действия в подвале и наверху. Разумеется, у миксидиста есть техника, которая позволяет это делать внутри. Но мы находимся на улице города, там могут ходить дети, пенсионеры, и бог знает еще что. Поэтому один человек в этом случае обязательно должен находиться рядом с транспортом на улице, нести ответственность там. Один промежуточное звено, которое отвечает за транспортировку бетона внутрь, и один внутри. Вот такое распределение труда. Надо сказать, что эта работа всегда доставляет нервов, кучу нервов, потому что здесь столько масс, с чем ты сталкиваешься, и это все нужно сделать буквально за один час или два. И любое промедление, то есть, представляете, на центре города в улице стоит большая, огромная машина, то есть, в любой момент приезжают полицейские, могут затребовать ее убрать, и вашей работой просто ничем не закончится. Если, допустим, нам не хватит хотя бы полкуба бетона, или этого бетона останется хотя бы на полкуба больше, чем нужно, то здесь максимально нужно рассчитать. Когда мы делаем частные домостроения, тогда нет проблем. Плюс-минус один кубон, ну, куб, это всегда как бы норма. А когда ты находишься в центре города, то здесь ты несешь за всю ответственность, и миксерист, если что, вываливает бетон и уезжает его, это ничего не волнует. Муниципальная полиция не видит абсолютных разрешений, закрывает, строит и уходит. Любое промедление с работами клиент отказывается оплатить и все что угодно. Поэтому, когда беретесь за такую работу, надо всегда просчитывать этот риск. То есть, этот риск, он должен быть заложен, и ты должен стоять на чеку, и в случае чего буквально мгновенно за 5-10 минут решается проблема. Вот такой бизнес. Если ты это можешь сделать, значит, можешь влезть в заливку бетона в центр города. Это исторический центр города, просто центр. И если нет, то просто лучше не суться, займитесь этим каким-нибудь другим делом. А вот и в самые моменты видно, для чего нужна эта кальонка. То есть, либо мы испачкаем весь двор в бетоне, который крайне сложно отмывать, в зависимости от погодных условий. Может и дождь пойти, погода благоприятная для схватывания бетона, а учитывая то, что у нас бетон с присадками, быстрое твердение, гидроизоляционный. То есть, он довольно такой едкий. И если он попадает на асфальт, сори. То есть, муниципальная полиция здесь будет явно свирепствовать. Но в нашем случае мы спасены. Три слоя пароизоляционной пленки, 160 микрон, практически 100 квадратных метров. Площадь мы накрываем и спокойненько работаем. Никаких проблем с этим нет. В этом случае самый хороший фильтр – это 10 тачек щебня и 5 тачек песка. То есть, мы кидаем отсечку, из коридора выходит грязная вода, которая омывается, и песок, щебенка является фильтром. Практически после прохода через него она уходит где-то уже на улицу, как обычно чистая вода, попадает в ливневую воду без каких-либо примитий. А вот с этим грунтом песок себе что-то впитает, что-то испарится из воды, и мы это собираем в мешочки, и у нас получается примерно пол контейнера. Это нужно будет вывести. Ну, такие издержки производства. Специально недоработаем примерно 0,2-0,3 куба, когда чистим шланги. Это все остается. Подметаем это с плееночкой и заносим в подвал, чтобы как можно меньше бетона пропадало, и чтобы как можно меньше вывозить мусора. Ну, затрат. Можем сказать, как чистится миксер, как чистится финишный уже. Возьмем слой. То есть, отставки от миксера я чистится вот сюда. То есть, можем видеть, что отсюда выходит абсолютно чистая водичка. И последняя чистка миксера мы его чистим. И отправляем его на бетонный узел. Момент, о чем я говорил, то есть, первая линия обороны. Оттуда, конечно же, у нас что-то проходит, потому что моются шланги, и шланг имеет длину 6 метров. Слишком мало, но 40 квадратов. И когда мы проходим дальше, здесь последняя линия обороны, для того, чтобы грязная вода не попала на улицы города. И последняя, когда мы скручиваем уже миксер, какие-то капли, грязи, это все уходит вот на этот аварийный вариант. Итак, 100 квадратных метров пленки уходит на то, чтобы сделать три линии защиты и отогрязнения улицы. Это последняя, на нее идет символический, но и даже этого достаточно для муниципальной эволиции, чтобы определить трепензии. Ну, вот сейчас мы осуществляем уборку улицы. То есть, напоминаем, что мы сделали тут три отсечки и делали это не зря. То есть, у нас вся грязь остается на последнем салфане. А дальше мы берем, вот как он берет, два мешка. То есть, один мешок засовываем в другой мешок и тогда туда остатки бетона, остатки всей грязи, потому что химия довольно едкая. Если брать один салфановый мешок, то он где-то может продрявиться из-за щебеночки и все равно грязь попадает на асфальт. То есть, мы уже видим, уже упакованные мешки и от них только водичка такая чистенькая течет и грязи никакой нет. После того, как мы сейчас уберем остатки бетона, грязную клееночку, мы дальше собираем эту щебеночку и подождем пару часов и просто подметем улицу. И покажем, что улицу мы оставляем после себя в идеально чистом состоянии. Ну, то есть, в таком, в котором птичатый здание. Ну, а теперь финишная работа. То есть, вот эта штука называется вертолет. И мы вертолетом, теперь вот в доме помещение, затираем вот эти вот полы. И можно видеть, в каком состоянии было и вот в каком состоянии оно будет. Должно пройти примерно 6-8 часов, в зависимости от влажности. Затем frequency 4-8 часов, и с влажности. Это нормально потом пćкво. �- behind- queens покажем дорогору. Можно с гроши. Здесь очень интересный момент, что здесь происходит. Один из рабочих, он делает шлифование поверхности, а поскольку у нас гидробетон, который имеет гидро-стружку, вот гидро-стружечка имеет свойство стать красиво и вы вылазить из поверхности. Для этого второй человек с фонариком проходит и устраняет такие звезда. То есть, с одной стороны, у вас должен быть идеальный шлифованный бетон, а с другой стороны, он должен быть идеальным. Для этого работу выполняет два человека. Итак, бетонные работы подошли к концу. Теперь покажем дальше, что можно сделать с таким вот как бы никудышным помещением и как можно из убогого подвала сделать интересную комнату для отдыха и релаксации медперсонала, который работает в этом здании. Продолжение следует...